Добрый вечер, Павел Андреевич, коллеги. Да, все, я вам тогда передаю слово, сам удаляю слушать. Еще раз добрый вечер, уважаемые коллеги. И действительно, как и отметил Павел Андреевич, данный доклад имеет несколько интригующее название 180 дней после COVID-19 для пациента с сердечно-сосудистой патологией. Почему же, так сказать, важна настороженность в эти полгода и что можно упустить? Какие же эти риски, как ими управлять? Вот давайте попытаемся разобраться. И действительно, на сегодня у нас уже есть накопленный опыт, опыт наблюдения пациентов с COVID-19. И очень интересные данные опубликованы в обзорах отечественной и зарубежной литературы на предмет осложнений COVID. И выявлено, что в некоторых случаях у предрасположенных коморбидных пациентов клиническая картина COVID может протекать не классически и сопровождаться миокардитами или другой сердечно-сосудистой патологией, аритмиями, инфарктами миокарды, сердечной недостаточности. И поэтому это, конечно, диктует необходимость кардиологической настороженности у этих пациентов с COVID и назначение кардиопротектора. Очень интересные данные представили нам итальянские ученые, которые выяснили, что при COVID-19 развивается эндотелиальная дисфункция и иммунотромбоз в сосудах и мелких, и крупных. И происходит это за счет того, что нейтрофилы и моноциты взаимодействуют с тромбоцитами и каскадом свертывания крови. И это все в конечном итоге приводит к образованию внутрисосудистых сгустков в мелких и крупных сосудах. И вот действительно этот патогенетический процесс описан в журнале Nature Reviews Immunology и, так сказать, представлен на данном слайде. И, в общем, вы видите такую достаточно симпатичную картину тех драматических событий, которые происходят в просвете сосуда и с каскадом патологических реакций. Она даже немножко напоминает импрессионистскую картину, как вы видите. И, в общем-то, на схеме фактически это просвет сосуда. И события, которые в конечном итоге приводят к образованию микрососудистого тромба. Ну, при COVID-19 может произойти, так сказать, активная активация нейтрофилов. Это вот клетка большая, такая, желтого цвета на данной схеме. И все это на фоне выброса или в освобождении провоспалительных цитокинов, активации, так сказать, внешнего пути коагуляции и, очень важно, активации фактора 12. Ну, и это все, между прочим, на фоне инактивации естественных антикоагулянтов. И вот, так сказать, дальнейший этот процесс событий приводит к склеиванию тромбоцитов с образованием вот этого микрососудистого тромба. То есть, фактически, эндотелиопатия или эндотелиальная дисфункция является важным патогенетическим признаком COVID-19. А что же происходит на уровне центральной нервной системы? Так сказать, что здесь, какие особенности? Вот. Ученые из Медуниверситета Нью-Йорка, США, они показали, ну, такие моменты, описали, интересные, поделились интересной публикацией в Journal of Neuroinflammation, в котором показали, и мы помним, что эндотелиальные клетки являются, вообще-то, основным элементом гематоэнцефалического барьера. И гематоэнцефалический барьер, напомню, это такая уникальная структура, которая, собственно, защищает нервную ткань и от вирусов, и от бактерий, и от токсинов. И она еще обладает, как вам хорошо известно, избирательной проницаемостью. И вот на данном слайде представлен, фактически, гематоэнцефалический барьер в срезе, да, поперечный срез. И здесь вот аструцит и перициты, они такого бежевого цвета клетки нервной системы. Вот. Красным цветом изображен сосуд, а голубым, это или синим, это эндотелий. И вот при ковид, в остром периоде болезни, когда попадает вирус в эндотелиальные клетки сосудистой сети головного мозга, он уже, вот видите, в просвете, он активирует нейтрофилы, макрофаги и внутри сосудистое свертывание крови, что приводит к микротромбозам и нарушению сосудистой проницаемости. И на рисунке вот это как раз фактически схематически показан вот этот дефект в эндотелии. И ввиду вот этой эндотелиальной дисфункции фактически что происходит? Миграция цитокинов в микрососудистое русло, затем происходит активация микроглии, и все это в конечном итоге приводит к гипоферфузии головного мозга и к нейровоспалению. И что же тогда, получается, мы с вами как бы рассмотрели вариант, фактически патогенез на двух различных уровнях. На уровне, так сказать, сосудов, того, что происходит в сосудах, на уровне центральной нервной системы. И что же общего? Общий – это эндотелиальная дисфункция. Фактически это сложный такой фактор патогенеза, тромботических осложнений, именно связанных с COVID-19. И этот порочный круг, он как бы замыкается. Тромбовоскулиты мелких сосудов обуславливают развитие ишемии, а ишемия приводит и усиливает еще больше уже развившуюся эндотелиальную дисфункцию. И вот получается, что фактически мы с вами рассмотрели патогенез на двух различных уровнях, и там эндотелиальная дисфункция является таким как бы единым общим фактором в патогенезе. И подытоживая вот вышесказанное и как бы раскрывая интригу, хочется отметить следующий момент, что, и это, кстати, отметили наши отечественные ученые Белоруссия, что при COVID-19 развивается повреждение сосудистой стенки, причем это повреждение носит системный характер и сохраняется, по их данным, опубликованным в журнале гематологии и трансфузиологии в пасковидном периоде вплоть до 180-го дня. Вот ведь в чем процесс, это уже отмечено. И это все увеличивает тромбогенные риски в отдаленном периоде. Вот что было сделано? В острый период коронавирусной инфекции исследовался фактор Виллибранда, его активность и его, собственно, содержание. И выявлен рост его активности и рост содержания, а также повышение активности восьмого фактора свертывания крови. И вот эти все три показателя как раз отражают степень повреждения сосудистой стенки и риск тромботических осложнений отражают с учетом конкретной клинической ситуации. И вот даже после... Павел Андреевич, вы говорили, а на 181 день, что же происходит? И даже после 180 дней действительно у данных авторов у пациентов остается еще увеличение фактора Виллибранда и его активности выше возрастных норм. И это как раз указывает на продолжающиеся патологические процессы в сосудистой стенке. Это указывает на риски тромбогенные в отдаленном периоде. И конечно, как бы очень важно еще дополнительно учесть то, что если у пациентов ваших чаще это уже, как говорится, коморбидные пациенты или какая-то иная клиническая ситуация, и если у них есть еще другие факторы тромбогенного риска, то необходима, конечно, противотромботическая профилактика, в том числе на амбулаторном этапе. И здесь они, вот эти факторы риска перечислены. Это и сопутствующие болезни, конечно же, сердечно-сосудистой системы, без сомнения. Избыточная масса тела, диабет, возраст за 55 и так далее, и так далее здесь перечислены. И прием оральных контрацептивов. Но даже если нет вообще никаких заболеваний, то курение и гипотинамия, она также является вот таким фактором риска, который фактически вот нужно обязательно учитывать на фоне уже выявленных изменений у этих пациентов. И поэтому, конечно, у пациентов ваших, которых вы каждый день принимаете, чаще это приходит к вам, если приходит кардиологический пациент к вам, да, с какой-либо сердечно-сосудистой патологией, чаще вам известны эти схемы ведения, и, так сказать, не будем на этом заострять особое внимание, но и тактика ведения, но нужно задуматься и, так сказать, сосредоточиться на индивидуализации ведения данного пациента, представить себе, как же будет выглядеть терапия уже в постковидном периоде с учетом вот этих данных новых патогенеза, и как, так сказать, попытаться воздействовать на эти тромбогенные риски с целью их уменьшения. И в этом смысле особое внимание подчеркнем тромбоцитарным антиагрегантам, потому что, скорее всего, они уже получали эти препараты, будучи сердечно-сосудистыми пациентами, и, скорее всего, ну, и это, понятно, что это препараты длительного применения, и поэтому, конечно же, эти вот пациенты, они особенные в поле зрения, так сказать, под обстрелом этих рисков находятся, и в этом смысле вот индивидуализация и обдумывание тактики ведения в соответствии с новым патогенезом особенно важно, насколько они важны вообще для данных пациентов, и они действительно особенно важны, и известно, что на 14-й день отмены приема ацетилсалициловой кислоты, например, вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф увеличивается в 4 раза, и эти данные, в общем-то, известны, просто хочется напомнить, такое серьезное исследование, которое опубликовано в журнале Circulation на основе анализа 600 тысяч пациентов в возрасте за 40 лет, вот эти данные здесь представлены, и действительно увеличивается вероятность, риск сердечно-сосудистых катастроф в 4 раза. Поэтому, конечно, нужно обдумать, какой препарат в этом смысле, так сказать, вы уже использовали, он использовал или использовать будет, если пришел без него. Во всяком случае, представляю препарат для предупреждения образования тромбов, тромбитал – это фактически комбинация ацетилсалициловой кислоты и магния, гидроксид – антиагрегантное средство, и он содержит желудочно-растворимую форму ацетилсалициловой кислоты, которая имеет лучшую биодоступность. Дозы общеизвестные – 75 и 150 миллиграммов. Какие показания к применению тромбитала? Ну, они здесь представлены на слайде. Это первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика таких, как тромбоз и острая сердечная недостаточность при наличии факторов риска. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, профилактика тромбомболеи после хирургических вмешательств на сосудах и нестабильная стенокардия. И вот этот препарат фактически является исследованным в клинических испытаниях, является оригинальным, и он является биоэквивалентным, потому что, в общем, это подтверждено в клинических исследованиях, и оба препарата, и тромбитал, и тромбиталфорте, они продемонстрировали, что очень важно для ваших пациентов, и, конечно, для вас, как врачей, поскольку они чаще всего коморбидные, в том числе, благоприятный профиль безопасности. А вот если, как говорится, доказана биоэквивалентность, то считается, что препараты являются эквивалентными и терапевтически аналогичными. На сегодня препарат тромбитал – это единственный дженерик с биодоступностью 70%, против других, у которых биодоступность ниже. И у него следует еще отметить и то, что состав и активных, и очень важно еще и вспомогательных веществ соответствует практически оригиналу. Таким образом, это полный аналог оригинального препарата на сегодня. Единственное, но он значительно дешевле его, и препарат принимают внутрь один раз в день. Его очень удобно и разными видами приема, что нужно, конечно, пациентам рассказывать и целиком и разжевать, и предварительно растереть. В обычных, известных вам дозировках 75 мг ацетилсалициловой кислоты при весе до 70-80 кг пациента таблетка в сутки или ацетилсалициловая кислота в дозе 150 мг при весе пациента выше этих цифр, выше 80 кг в сутки. Конечно, антиагрегантная терапия, терапия длительная. Это вы из своей практики все понимаете. И, конечно, она затрагивает и вопросы экономии, вопросы курса лечения пациента. И по данным, вот свежим данным на аптеку.ру, тромбитал и тромбиталфорта, они доступнее оригинатора, соответственно, на 27 и 21 процент. И экономия за год превышает 1000 рублей. Таким образом, вот если посмотреть на эту таблицу, и она очень милая, симпатичная, и отражает повреждения эндотелиальных клеток, ну, я имею в виду симпатичные в плане оформления, конечно, она представляет собой вот повреждение эндотелиальных клеток, нарушенную проницаемость эндотелия, да, и это в конечном итоге приводит к дисрегуляции тонуса сосудов, к оголению коллагенового слоя и к развитию воспаления. Ну, что самое, самое еще и неблагоприятное, в том числе это может закончиться образованием бляшки. И если представить, что вот это перед нами наш клинический случай, пациент вот с такой ситуацией, то, конечно, насколько важны, как не только, так сказать, подумать об антиагрегантных препаратах, но как еще нормализовать и восстановить состояние эндотелиального слоя сосудов с помощью ангиопротектора. Как это вообще можно сделать? И вот в этом плане я представляю вам российский препарат, российское изобретение, препарат ангионорм, который является оригинальным, запатентованным, он системный ангиопротектор. Фактически в доступе описания к изобретению или изобретения к патенту, это все можно найти в интернете. И вот разработчики данного изобретения поставили перед собой задачу создать такую новую композицию, чтобы она была не моно, так сказать, действием, а имела широкий спектр, и получить комплексное терапевтическое действие при заболеваниях, которые сопровождаются сосудистыми нарушениями. Состав его четырехкомпонентный. Это плоды боярушника, плоды шиповника, это семена каштана конского и корни солодки. Фактически это четырехкомпонентный состав, который представлен флавоноидной фракцией этих четырех растений. И вот именно эта флавоноидная фракция содержит наиболее активные ангиопротекторы. Таблетка содержит активный компонент 100 мг сухого экстракта с содержанием флавоноидной фракции четырех растений, еще раз для запоминания. И этот препарат действительно обладает системным действием на сосуды, поскольку вот сами свойства этого препарата обусловлены эффективностью лекарственных растительных компонентов, которые, в общем, хорошо известны каждому из нас в России, в том числе входящие в состав данного уникального экстракта. Этот препарат обладает широким действительно спектром фармакологического действия. И эти, так сказать, перечисленные виды или спектр здесь представлен слева в левой табличке. И вы можете ознакомиться это, конечно, и в инструкции. Но этот оригинальный препарат обладает и системным действием, что очень важно в том числе для и пациента, и врача, да, улучшает и нормализует состояние стенок сосудов организма. И оказывает, кроме того, еще и общее дополнительное действие, повышая работоспособность, стресс-протективную активность и умеренный противоболевой эффект. Показаниями к применению препарата Ангионорм являются, конечно, в составе комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся сосудистыми нарушениями, такими как повышение агрегации тромбоцитов, нарушенная проницаемость капилляров и микроциркуляции, нарушение венозного кровообращения. Конечно, этот препарат проходил клинические исследования. Была оценена его антитромбоцитарная активность в комплексной терапии больных. В частности, там было несколько исследований, но в данном слайде представлено исследование, оценка больных нестабильной прогрессирующей стенокардией и что уже было получено, так сказать, в результате данного исследования. И уже на 20-й день терапии наметилась тенденция снижения показателей агрегации тромбоцитов, а уровни снижения агрегации у пациентов, принимающих этот препарат, были выше, чем у пациентов без ангионорм. И еще обязательно нужно отметить, что терапия препаратом ангионорм, она может сочетаться, это важно для коморбидных, особенно пациентов, может сочетаться с приемом антигипертензивных, антиангинальных препаратов. И добавление его к базовой терапии позволяет быстрее увидеть тенденцию к улучшению показателей коагуляционного гемостаза. Способ применения препарата так называемого отечественного системного ангиопротектора в комплексной терапии, заболеваний, которые с сосудистыми нарушениями сопровождаются, она здесь представлена на слайде. Это упаковка на курс, курс до трех недель, внутрь по таблетке три раза в день после еды. Возможно даже увеличить разовую дозу до двух таблеток три раза в день при хорошей переносимости. Применение препарата, так сказать, вот чем хорошо, что его можно сочетать с другими лекарственными средствами. И здесь их много перечислено. Это, так сказать, джентльменский набор кардиологического пациента или каких-то еще ситуаций клинических, гиполепидемические, противовоспалительные, болеутоляющие, антибиотики, антикулянты, прямого и непрямого действия. И это, конечно, важно в нашей клинической практике иметь такие препараты. И вот, уважаемые коллеги, в заключение большое вам спасибо за внимание, но я хотела бы все-таки подвести итог и сказать, что очень важно, вот на приеме вы и ваш пациент. Сколько я врач общей практики и врач-эндокринолог, я вот хотела бы отметить, что наиболее эффективное консультирование ваших пациентов – это партнерское консультирование, это действительно сейчас мы технически, техники эти изучаем и преподаем, поскольку идет общая первичная аккредитация и периодическая аккредитация, там эту станцию вы проходите. И вот очень важно для эффективного консультирования, во-первых, вам, как специалисту, хорошо знать это новое звено патогенеза, эти факторы риска, особенно первые 6 месяцев для пациента, особенно кардиологических и, так сказать, пациентов коморбидных. А с другой стороны, хорошо рассказать об этом вашим пациентам по поводу их рисков. И в этом случае как бы признать вашего пациента тоже как профессионалу, но профессионала в сфере своего здоровья. Это повышает приверженность к терапии, и поэтому, конечно, ваш пациент должен знать, какие у него риски, и как он будет жить вот с этим заболеванием. И у вас будет такой хороший комплайнс в работе. Спасибо еще раз за внимание. Спасибо большое. Я сразу смотрю. Рыжий не болеет ковидом. Болеет, товарищ Скорян, болеет, все болеют. Но известно точно, что мужчина и женщина от ковида умирают. Все всегда задают вопрос, а с оставшимися 87 гендерами что происходит? Вот. Ну ладно, это так, в качестве шутки. Значит, что я хочу сказать. Значит, у нас, во-первых, что этот препарат должен носить совершенно другое название. Этот препарат должен носить название Баркоган. Потому что это Зиной Соломонович в свое время придумал сделать препараты, которые имеют точки приложения на эндотелиальную дисфункцию. Это растительные флавоноиды, и это, вообще-то говоря, на Западе довольно принято. Более того, мы делали с одним из таких препаратов рандомизированные исследования опухолевых женщин после мастектомии, и показали, что такие они действительно абсолютно точно работают. Вот прямо зуб даю. Вот. Но, к сожалению, вы же знаете, что в России никто ничего не хочет распространять. Нас с маркетингом плохо. Врачи не слушают. В общем, короче говоря, препарат есть, и никто бы ничего про него не знает. И, может быть, если бы про него знали бы раньше, или как-то больше его было бы на слуху, то, может быть, он бы при ковиде и пошел бы широко. Но не случилось. И сегодня, собственно, этот доклад, он поставлен был специально, именно для того, чтобы напомнить о существовании препаратов, не антикоагулянтов, а препаратов, близких по действию это препараты, которые воздействуют на эндотели. Потому что всякая галлология, она все связана с эндотелем. Вот. И поэтому я хочу поблагодарить. Я смотрю, вопросов нет, кроме рыжих, да? Все остальные удовлетворились. Вот. Тогда я поблагодарю вас за доклад, за очень хороший. Я надеюсь, что мы будем продолжать эту тему обсуждать, потому что она, на мой взгляд, очень важная. Вот. И интересная. Субтитры создал DimaTorzok